Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Пока нахожусь в теплице с перцами, хочу сразу поговорить о поливе перца. Мы всегда привыкли, что огурцы у нас любят обильный полив, сверху по листу. Помидоры у нас... А, обильные и частые огурцы, извините. Помидоры у нас любят обильный, но редкий, раз в 7, раз в 10 дней, не по листу, а под корень. Как же любят поливаться перцы? Но перцы, в отличие от помидор, они не любят редкие поливы. Почва там, где растут перцы, должна быть всегда влажной. Именно от влажности почвы и от регулярности поливов зависит, какой будет урожай. Потому что, как мы видим, у них очень маленькие кустики, кустики маленькие, а плодов на них много. Это ясно, что им надо много жидкости. Ну, так же, впрочем, как и огурцам, им тоже надо много жидкости. И следите. Ну, вот тут как? У каждого будет же свой рецепт. У кого-то, например, очень жарко, надо поливать почаще. Если пасмурные дни, если идет дождь, то, конечно, может быть, хватает. Хватать будет и атмосферных осадков, если в открытом грунте. Но в теплице, если у вас жарко, нужно следить. Тут нужно даже не высчитывать, сколько литров там на куст. Нужно просто следить за влажностью почвы. Переливать я вас не призываю, это не очень хорошо. Но следите, чтобы почва не пересыхала. Как только у вас будет сухая почва, перец может сбросить не только листья, но и плоды, завязи. Если вы увидите, валяется молодая зависть, или у вас, как осенний лист, падает вся листва, это значит, что ему недостаточно влаги. Вот за влажностью почвы у перца нужно следить. Если помидоры, как я говорила, полила и ушла на неделю, то с перцами так не получится. Если в теплице, нужно обязательно проверять. Конечно, у кого капельный полив, у того проще. Там постоянно можно включить и маленько подувлажнять почву. Но у кого капельного полива нет, приходите, проверяйте. Поливайте в лунку, под корень, и количество воды зависит от погоды. Вот у нас сейчас жарко, я прям поливаю буквально через 3 дня. И ставлю вот эту брызгалку дождеватель, и поливаю из шланга в лунку, всяко. Но стараюсь, чтобы почва была не совсем влажная, но нельзя допускать пересыхание почвы. Вот это самое главное правило для перцев. Они не любят сухой грунт. Вот такой вот, сейчас покажу. Вот такая вот влажная в меру земля, для них идеальный вариант. Особенно, когда сейчас вот у них начали перчики образовываться. Видите, там перец, там перец. Им нужен влажный грунт. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это об особенности полива сладкого перца. Сладкий перец, в отличие от томатов, нужно поливать не редко, а частенько. И следить, чтобы почва была всегда влажная. Это все. Продолжение следует...